И сегодня у нас такая тема Эсхатология Некоторые не знают, что это за название такое Но эсхатология это учение о последних днях И вы знаете, разные у людей представления Какими же будут эти последние дни И в голливудских фильмах мы видим, как разные сценарии они реализуют Причем почему-то все, но большинство людей сейчас Думают, что конец все равно когда-то будет Конец вот этого миропорядка, вот этого мироздания, в котором мы сейчас находимся Он когда-нибудь произойдет И люди гадают, а как же это произойдет, когда это произойдет Может быть моря выйдут из берегов и все затопят Может быть жара будет такая, что все высохнет В одном фильме смотрел, все замерзло В другом метеорит упал Ну или почти упал Американский герой не дал случиться в том случае Апокалипсис Фильм так и называется И то есть различные-различные сценарии люди придумывают Но нам ничего с вами придумывать не надо Потому что у нас есть что? Божье слово Ну Бог есть, конечно Но Он еще нам сказал о том А как все будет Многократно в Библии об этом говорится Ученики как-то спрашивали у Иисуса напрямую Расскажи нам, когда и как это будет В Матфея 24 главе Он им рассказал Это одно из пророчеств о последнем времени И вот с чего начинается Библия? Какой первый стих Библии? Правильно Начинается сотворение Вот этого мироздания, в котором мы сейчас находимся Вот этого пространства времени В котором мы сейчас живем Мы с трудом себе представляем какие-то другие измерения С трудом представляем, что может быть как-то иначе Мы вот живем здесь Вот в этой системе координат Но мы поверили, что есть еще Духовный мир, нам это открылось Еще и другое измерение Но о нем мы только слышали Может быть иногда чувствовали Но не очень толком понимаем, что там такое Вот мы здесь сейчас живем Потому что однажды в начале Бог сотворил небо и землю Так начинается Библия А заканчивается Библия Новым творением Давайте вот прочитаем с вами Откровение 21 глава И увидел я Новое небо И новую землю Ибо прежнее небо и прежняя земля Миновали И моря уже нет Итак Писание Рассказывает нам Что все это мироздание С которого все началось В начале Бог сотворил небо и землю Что все это Однажды Закончится Прежнее небо Прежнее небо То есть вот нынешнее Под которым мы сейчас живем Прежняя земля Вот сейчас На которой мы живем Их больше Не Будет Вот этого Пространства Временного измерения Не будет И времени не будет Говорит Священное Писание Все изменится И изменится Кардинально Изменится совершенно Будет другим В одном пророчестве написано Что Бог Небеса свернет Как старую одежду То есть вот этот Эту вселенную Которую мы считаем Бесконечной Все это Однажды Бог свернет И все это исчезнет И появится новое небо И новая земля И Бог нам Об этом рассказывает В книге Откровения Через пророков В Евангелиях Рассказывается о том Как это будет происходить Какие События Будут происходить В конце Этого Миропорядка В конце Этого Мироздания И вот как раз Эскатология Она и рассказывает Об этих событиях Конца О том Что будет в самом конце И Прежде всего Все что сказано О последних днях Это конечно же Пророчества Пророчества Говорят о том Что произойдет И для нас с вами Утешением Я так скажу И наставлением Является То что В Библии Содержится Очень много Пророчеств И большая часть Из них Уже Исполнилась Большая часть А это означает Что и оставшаяся Часть То что еще Не исполнилось Тоже Исполнится Обязательно Потому что Бог Верен Своему слову Он Следит За своим словом Чтобы оно Исполнилось И вот Одно из самых Известных Пророчеств О последних днях Это пророчество Даниила И давайте мы Книгу Даниила Откроем Девятую главу Книга Даниила Итак Девятая глава И здесь Прочитаем С 24 стиха Бог открывает Даниила И говорит Семьдесят Седьмин Определены Для народа Твоего И святого Города Твоего Чтобы покрыто Было преступление Запечатаны Были грехи И заглажены Беззаконие И чтобы Приведена Была Правда Вечная И запечатаны Были видения И пророк И помазан Был Святой Святых Итак Знай И разумей С того времени Как выйдет Повеление О восстановлении Иерусалима До Христа Владыки Семь седьмин И шестьдесят Две седьмины И возвратится народ И обстроится Улица и стены Но в трудные времена И по истечении Шестидесяти двух Седьмин Предан будет Смерти Христос И не будет А город И святилище Разрушены будут Народом вождя Который придет И конец его Будет Как от наводнения И до конца Войны будут На двадцать шестом стихе И посмотрите Здесь Даниил Изрекает пророчество О Христе Примерно Даниил Жил примерно За пятьсот лет До Христа До Мессии И он говорит О его смерти А мы знаем Что смерть Иисуса Это Самое важное Это то Для чего Иисус и пришел Чтобы стать жертвой За грехи наши И вот Даниил Говорит О смерти Христа И Он говорит Также О его Воскресении Смотрите Предан Будет Смерти Христос И не будет То есть Умрет Но не умрет Примерно Так это выглядит Убьют Но не убьют Это говорит Здесь О его Смерти И О воскресении Итак А что это за седьмины Такие Что это за седьмины 62 седьмины Плюс Еще седьмины Плюс Еще седьмины Седьмины Это Семилетние Периоды Седьмина Это старое русское слово Которое означает Неделя Но вы знаете Что У Израиля Были определены Такие Семилетние Периоды И начинался Субботний год Там были Определенные Правила То есть Как бы Семилетняя Неделя Такая Получается И вот Седьмины Это Вот эти Отрезки По семь лет И знаете Что интересно В тот момент Когда он Пророчествовал Он говорил О том Что однажды Он находился В плену В Вавилонском Пленении Вместе со Всем Израилем Он был там Уведен в плен Еще юношей И там Он нес Своё служение И неизвестно было Будет ли Разрушенный Иерусалим Восстановлен Когда-то Что произойдет Дальше И он Искал Господа И вопрошал Как же Будет Все Ведь Мы все В плену Находимся Город Разрушен Народа Нет Как же Что же Будет С моей Страной И Бог Начал Открывать Вернется Народ Построит Стены Потому что Однажды Будет Дан Указ О Восстановлении Иерусалима И Бог Продолжает Говорить ему И вот С того момента Как будет Издан Указ Пройдет Шестьдесят Девять Седьмин Шестьдесят Девять Умножаем На семь Получаем Четыреста Восстановлении Годы Правильно Посчитал И вот Смотрите Итак Указ И такой Указ Был Издан Царем Артаксерксом И До Христа Прошел Этот период Времени И вы знаете Это Это Одно Из Наиболее Удивительных И точных Пророчеств Которые Содержатся Библии Потому что Большинство Пророчеств Говорят О каких-то Событиях Которые Произдут Когда-то В будущем Но Это Пророчество С точностью С абсолютной Точностью Указало Год Смерти И воскресения Христа С абсолютной Точностью В цифрах То есть С этого Момента До этого Момента Прошло Ровно Столько Лет Царь Артаксеркс Издал Указ Иерусалим Начал Восстанавливаться И Затем Прошел Этот Период Времени И Пришел Христос Писание Предсказывает Нам А что Же Последняя Седьмина Так Последняя Последняя Седьмина Отделена По времени От Распятия Христа То есть Она Когда-то Когда-то Это произойдет Неизвестно Когда Вот между Вот этим Пунктом И вот этим Пунктом Вот это Время Называется Время Церкви Еще Называют Это Эпохой Благодати Мы знаем Что Иисус Основал Церковь Свою Врата Ада Не Одолеют Ее И Церковь Существует Вот этот Период Давайте Прочитаем С вами Вот 27 стих И утвердит Завет Для многих Одна Седьмина В половину Седьмины Прекратится Жертва Приношения И на крыле Святилища Будет Мерзость Запустения И окончательно Предопределенная Гибель Постигнет Опустошителя И вот Об этой Седьмине Мы сейчас Поговорим Ну вот Сначала О церкви Давайте Деяния Посмотрим Первую Главу Деяния Первая Глава И Прочитаем Шестого Стиха Иисус Уже Воскрес Ученики Собрались К нему И шестой Стих Они Сойдясь Спрашивали Его Говоря Не в это Ли Время Господи Восстанавливаешь Ты Царство Израилю Он же сказал Им Не ваше Дело Знать Времена Или Сроки Которые Отец Положил В своей Власти Но Вы Примите Силу Когда Сойдет На Воздух Святой И Будете Мне Свидетелями В Иерусалиме Во всей Иудее И Самарии И даже До края Земли И вот Сроков Начало Конца Никто Не знает Сроков Пришествия Иисуса Христа Никто Не знает Иисус Иисус Говорил Даже Ангелы Небесные Не знают Времени Но Знаете Это Однажды Произойдет Но Пока Этого Не Произошло Существует Церковь Это Время Дано Для того Чтобы Большинство Людей Могло Обратиться К Бог Как Можно Больше Апостол Петр Писал Вы Думаете Что Медлит Господь Исполнением Обетования Он же Обещал Вернуться И все Его ждут Но Когда же Он Вернется Ей Гряди Господи Иисус А он Все Не идет Апостолы Думали Что Он вернется Еще при Их Жизни Апостол Павел Писал Но Когда Иисус Вернется Мы Живые Будем Восхищены Мы Про Это Поговорим Еще Дальше Они Думали Что Вот Вот Они Ждали Они Говорили Не Женитесь Там На Работу Не Устраивайтесь Ходите Евангелизируйте Проповедуйте Чтобы Как Можно Больше Людей Спаслось Пока Не Вернулся Господь И Они Этим Занимались Они Шли И Проповедовали Не Понимали Сейчас Скоро Иисус Вернется Надо Стараться Прошло Поколение Апостолов Не Пришел Прошло Еще Поколение Не Пришел Но Петр Наперед Сказал Не Думайте Что Господь Что-то Задумался Забыл Или Отменил Нет Он Не Медлит Исполнение Обетования Он Он Хочет Чтобы Как Можно Больше Людей Спаслось Не ваше дело знать временные сроки Это все однажды произойдет Но вы идите И проповедуйте Евангелие Сему творению Вам Дана сила Духа Святого Чтобы вы это делали Вам Дано помазание Чтобы как можно больше людей Смогло обратиться К Богу Почему Потому что Когда Христос пришел первый раз Он пришел с смиренным агнцем Чтобы взыскать и спасти погибшие Он пришел чтобы Принести благую весть нам Весть о спасении И дано время Для того чтобы люди Смогли использовать Свой шанс Принять эту благую весть Но когда он придет второй раз Он придет уже не как агнец Он придет Как царь Могущественный Готовый покарать Всех своих противников И об этом говорит Священное Писание И поэтому это время Которое Которое мы сейчас живем Называется Временем Благодати Эпохой благодати Когда церковь Является Телом Христа На земле Когда через церковь Люди Обретают спасение Обретают жизнь вечную И вот Матфея 24-я глава Прочитаем с вами здесь Матфея 24-й стих Итак Читаем А давайте 42-й прочитаем Итак Бодрствуйте Потому что Не знаете В который час Господь ваш придет Но это вы знаете Что если бы Ведал хозяин дома В какую стражу Придет вор То бодрствовал бы И не дал бы Подкопать дома своего Поэтому и вы Будьте готовы Ибо в который час Не думаете Придет сын Человеческий И вот Говоря о последнем Времени Он говорит Будьте готовы И я вам скажу Апостолы были готовы Они свою жизнь Посвятили служению Мы не знаем Когда придет Сын Человеческий Когда произойдет Наша Личная встреча С ним Потому что Сейчас мы общаемся Только в духе Мы не видим его лица Но придет день Когда мы увидим его Таким какой он есть И вы знаете Некоторые думают Ну это не скоро Еще произойдет Неизвестно когда это будет А Иисус говорил Бодрствуйте Потому что я хочу Рассказать одну вещь такую Что У каждого из нас Есть Своё последнее время Понимаете Есть Последнее время Для Сей этой земли Для всех людей Живущих на этой земле Но нам Отведено Вот какое-то количество лет Хорошо Рита Сегодня сказала Все эти годы Знают Все эти дни Знает наш Господь И он говорит Не используйте Эти дни Понапрасну Потому что Придет момент Когда мы встретимся С ним Лицом к лицу И он Желает Сказать нам Сказать нам Те слова Которые он говорил В Евангелии Хорошо Добрый И верный Раб Хорошо Он желает Похвалить Тебя Не осудить Он желает Чтобы Ты время свое Которое ты живешь Здесь на земле Не растратил На грехи Не растратил На развлечения На суету А чтобы ты понимал Рассматривал Свою жизнь В свете Вечности Зачем нам нужна Эта эсхатология Некоторые говорят Ну там Что-то намудрили В Священном Писании Не разберешься Ну действительно Некоторые места Есть Которых трудно Разобраться Но есть места Очевидные Которые Понятны Для нас Эсхатология Показывает нам Одну важную вещь Что Бог Все держит Под контролем Потому что Мы смотрим На мировые события На то что происходит Войны Катаклизмы Что такое Казалось бы Бог тут это Не досмотрел Бог все держит Под контролем Он говорит Надлежит быть И войнам И ураганам И стихийным бедствием Все это будет Но все В свое время Бог приведет К своему завершению И Когда мы знаем Что Бог Все держит В своих руках Тогда и наша вера И наша уверенность В нем Укрепляется Мы знаем Если Он Все мироздание Держит в своих руках Если Он Всю историю Человеческую Держит в своих руках Если Он С точностью До года Говорил Когда придет Христос И Он знает С точностью До года Когда Христос Вернется Мы не знаем То значит И твою жизнь Он держит В своих руках У Него Все дни Для тебя назначены Записаны В книге Когда ни одного Из них еще не было Все дни И знаешь Когда ты Ты веришь В это Тебе становится Спокойнее Потому что Что бы ни Произошло В твоей жизни Знай Бог Все держит Под контролем Какие бы катаклизмы Войны И военные слухи Не были бы В твоей жизни Он все держит Под своим контролем И поэтому Когда Иисус говорил У вас и волосы Все на голове Сочтены Это даже Не метафора Бог знает Даже каждую Клеточку Нашего тела Просто тогда Еще не было Микроскопа А то бы он сказал Бог знает Каждый атом Твоего тела И каждый атом Посчитан Вы понимаете И вот этот Божий контроль Это не Давление Это не деспотия Какая-то Что Бог Управляет всем Это Проявление Его заботы И любви И вопрос в том Насколько мы Ему доверяем Либо Не доверяем И он говорит Хотя бы С горчичное зерно Веры уже достаточно Чтобы следовать за мной Итак А ну мы говорим С вами об эскатологии Что же произойдет Перед Вот этим Последним Событием Перед началом Последней седьмины Должно было Произойти Очень важное Событие Это событие Восстановление Израиля Восстановление Израиля И вы знаете Оно Вот мы не знаем Когда здесь Но оно уже Произошло Почти две тысячи лет Израиль Был В рассеянии С того момента Когда был распят Иисус Помните У Данила Мы читали Что и святилище То есть храм И город Будут разрушены Народом вождя Который придет И Такой вождь Пришел Полководец Тит Римский Полководец Пришел Там была война В Израиле Римлян С иудеями Восставшими И в окончании Этой войны После долгой осады Город был разрушен И храм был разрушен То есть Это исполнилось И с тех пор Израиль Жил по всему миру В самых разных странах Но при этом Евреи сохранили Свой язык Свою культуру Даже Нет Они язык даже не сохранили Но Самое интересное Что Казалось бы Это невозможно Чтобы Израиль Снова восстановился Невозможно Потому что Сколько народов Не было изгнано Никогда они больше Не образовали Собственного государства Вы знаете Вот есть цыгане Они когда-то вышли Из Индии Это целый народ И У них никогда Не было своего государства И не будет Другие народы Есть Такие же Которые изгнаны были И все Они либо Ассимилировались И исчезли Либо Где-то сосуществуют Месте с другими Но Израиль Восстановлен был По указу Точнее По Решению ООН В 1948 На собрании Организации Объединенных наций Было Принято Решение О восстановлении Государства Израиль Конечно же Это все После войны Произошло После Знаменитого Холокоста После уничтожения Миллионов Евреев Решили Что Снова Надо восстановить И Восстановилась Страна Посмотрите Исайя 60 Глава Об этом Пророчествовал Исайя Очень ясно Что Однажды Государство Израиль Снова Восстановится Почему мы Про Израиль Говорим Ведь казалось бы Иисус Он Господь Всех народов Причем Тут Израиль Я вам скажу Есть обетование Которое Бог дал Прежде всего Своему народу Но мы Тоже Его народ Но есть Обетование Которое Касается Именно Этого Народа Иисуса Называют Царь Иудейский Павел Проповедовал Сначала Иудеям Потом Элином Есть обетование Которое Бог дал Отцам Аврааму Исааку Иакова И они еще Не исполнились И поэтому Господь Он исполняет Эти обетования Для Израиля И также Обетования Данные Язычникам И вот поэтому Израиль здесь Очень важен Именно В вопросе Последних дней И чтобы Эти события Происходили В последние дни Возвращение Иисуса А Иисус Возвратится Куда? В Иерусалим И будет Править Оттуда Но про это Мы позже Поговорим И вот Должно Государство Снова Образоваться И это Произошло В 48 Году И прочитаем Исаи 60 Глава 8 стих Кто Кто Это Летят Как Облака И Как Голуби Голубят Нем Своим Так Меня Ждут Острова И впереди Корабли Фарсиски Чтобы Привезти Сынов Твоих Издалека И с ним Серебро Их И золото В имя Господа Бога Твоего И святого Израиля Потому что Он Прославил Тебя Посмотрите Здесь Описаны Те Способы Которыми Евреи Добирались Из разных Стран В свою Родную Землю Эти Способы Корабли И Самолеты Скажем Вот Восьмой стих Кто летят Как облака И как голуби Голубятнем Своим Выше Облаков Летят Самолеты И Массовое Было Возвращение Израильтян Евреев На свою Родину И это Государство Снова Возродилось И когда я Там был Знаете Меня что Поразило Некогда Мертвый Язык Иврит Это Язык Подобные Латыни Или Я имею Ввиду Что он Мертвый Никто На нем Не разговаривает То есть Когда-то Говорили На латыни Но сейчас Нет И вот Представляете Образуется Государство Где все Начинают Говорить По-латыни Это Кажется Очень Странным И невозможным Это Произошло В Израиле Это чудо Какое-то На самом деле Потому что Я там был Там они Говорят Как на Своем Родном Языке Дети 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 Вырастают И Для меня Это Было Поразительно На самом деле Поразительно Большинство Евреев Там Говорят На Иврите Итак Важное Событие Восстановление Израиля Произошло А что Это означает Что Последние Дни К нам Сейчас Стали Гораздо Ближе Мы Не знаем Когда Мы Не знаем Что Но мы Знаем Что С каждым Годом Количество Катаклизмов На земле Увеличивается 21 веке В два раза Увеличилось Количество Различных Природных Катаклизмов Землетрясений Наводнений Ураганов И так далее Это официальная Статистика Можете Проверить Итак Мы Идем К этому Времени Мы не знаем Когда это Произойдет Иисус Говорит Просто Будьте Готовы И вот Подошли Мы К этой Седьмой Последней Точнее И давайте Мы откроем Второй Фессалоникийцем Второй Фессалоникийцем Вторую Главу Прочитаем С вами С первого Стиха Молим Вас Братья О пришествии Господа Нашего Иисуса Христа И нашем Собрании К Нему Не спешить Колебаться Умом И смущаться Ни от Духа Ни от Слова Ни от Послания Как бы Нами Посланного Будто Наступает Уже День Христов Да Не обольстит Вас Никто Никак Ибо День Тот Не Придет Да Коли Не Придет Прежде Отступление И не Откроется Человек Греха Сын Погибели Противящийся И превозначающийся Выше всего Называемого Богом Или Святынью Так что В храме Божьем Сядет он Как Бог Выдавая Себя За Бога И вот здесь Говорится Будет Признак Признак Наступления Последних Дней Это Явление Вот этого Сына Погибели Человека Греха Кто знает Как еще Его называют Антихрист Антихрист Итак Последняя Последняя Седьмина Нарисуем ее Это Семь лет И Начнется Она С появления Нового Мирового Лидера Не знаем Его имени Знаем Только Название Которое Ему дал Господь Наверняка Как-то Будет Хорошо Звучать Именоваться Какая-то Должность У него Будет Какой-нибудь Президент Или кто Мы не знаем Но Писание Называет Его Антихрист Или Человек Греха Или Сын Погибели Само Название Как вы Переведете Против Христа Анти Против Христа И И вот Он Придет К Власти Писание Говорит Что Будет Определенное Событие Связанное Будет Война Которая Будет Происходить Вот в этот Период И во Время Вот этой Войны Придет Лидер Который Сможет Принести Мир И все Будет Его Почитать Как Величайшего Лидера И он Обретет Огромную Власть На всей Земле Огромную Власть И Однажды Благодаря Тому Что он Обладал Этой Властью Он Будет В городе Иерусалиме И Назовет Себя Богом Это Произойдет Через Три С половиной Года Его Правления Сядет Божьем Храме Как Бог Выдавая Себя За Бога Люди По-разному Думают Как это Произойдет Некоторые Думают Что храм Будет Восстановлен В Иерусалиме И вновь Начнутся Приношения Некоторые Думают Что в храме Божьем Это В церкви То есть Он будет Как бы Еще Лидер Церкви Писание Точно Не Говорит Про Это Как Это Произойдет Мы Не Знаем Но Мы Знаем Что Это Произойдет Он Объявит Себя Богом И Христом И Повелит Всем Поклоняться Самому Себе Потому Что Он же Христос А Кому Должны Поклоняться Христу Но Люди Верующие Бога Будут Противиться Этому Не Будут Соглашаться С этим И Тогда Начнется Что Называет Библия Война Со Святыми То есть Их Будут Истреблять И Будет Великое Отступничество Многие Те Которые Называют Себя Христианами Откажутся От Примут Начертание Какое-то Там Не Знаем И Станут Поклоняться Этому Антихристу Будут Поклоняться Его Изображениям Которые Будут Повсюду На Земле Те Кто Не Будет Поклоняться Те Кто Не Примет Начертание Не Смогут Участвовать В Сделках Торговать Покупать Об Этому Все Говорит Священное Писание Он Будет Вести Войну Со Святыми И Одолеет Их И вы Знаете Будет Какой-то Период Времени Который Мы Можем Назвать Гнев Антихриста Гнев Антихриста То есть Он Будет Конкретно Действовать Против Божьей Церкви Мы Знаем Что Не Всегда Это Будет Происходить Однажды Господь Вмешается И Какое-то Будет Мешательство Это Очень Интересно Давайте Мы Прочитаем Первое Фессалоникийцам Четвертую Главу Четвертая Глава Семнадцатый Стих Мы Оставшиеся В живых Вместе С ними С теми Кто Воскрес Из мертвых Восхищены Будем На Облаках Сретене Господу На Воздухе И Так Всегда С Господом Будем И Вот Здесь Писание Нам Говорит Что Однажды В Какой-то Период Вот Этого Времени Церковь Будет Восхищена Для Встречи С Богом Люди, изучающие экклезиосхатологию По-разному видят, когда это вознесение происходит Некоторые думают, что до этой седьмины Некоторые в середине, некоторые в конце Но я не буду вдаваться в эти теологические подробности Мы знаем, однажды это произойдет И после того, как это произойдет Начнется то, что называется гнев Божий Это ужасное время для всего населения Земли И Иисус говорил, лучше в такое время не попадать никому Лучше стараться всеми силами избежать гнева Божия Гнев Божий Давайте книгу Откровения посмотрим Книга Откровения Девятнадцатая глава Одиннадцатый стих О, нет-нет, простите Не там посмотрел Шестнадцатая глава С первого стиха И услышал я из храма громкий голос Говорящий семи ангелам Идите и вылейте Семь чаш гнева Божия на землю Пошел первый ангел И вылил чашу свою на землю И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях Имеющих начертания зверей, поклоняющихся образу его Второй ангел вылил чашу свою в море И сделалась кровь, как бы мертвеца И все одушевленное умерло в море Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод И сделалась кровь И услышал я ангела вот, который говорил Праведен ты, Господи Который есть и был и свят Что так судил За то, что они пролили кровь святых и пророков Ты дал им пить кровь, они достойны того И услышал я другого от жертвенника, говорящего Ей, Господи, Божий, Вседержитель Истинный и праведный суды Твоей Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце И дано ему было жечь людей огнем И жег людей сильный зной И они хулили имя Бога, имеющего власть над этим язвами И не вразумились, чтобы воздать ему славу Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя И сделалась царство им мрачно И они кусали языки свои от страдания И, ну, не будем все это описывать Очень много написано всего там Про гнев Божий Согласитесь Не хотелось бы в этот период остаться здесь на земле Я помню, одно время была популярная книга Называлась «Оставшиеся» Это как раз про тех людей, которые не успели покаяться И там так красочно описывалось это Восхищение церкви Восхищение людей Знаете, как Писание говорит Двое будут мелющих в жерновах Одна берется Другая оставляется Будут двое на поле Один берется Другой оставляется То есть будут те, кто будут трудиться вместе Сидеть в офисе Друг напротив друга за компьютерами Одного нет И, знаете, красочно изображают это событие И такая одежда такая Падает Или пилот самолета Раз и вознесенный самолет Падает Фильм даже был снят поэтому Не знаем, как это произойдет Но это будет Один берется Другой оставляется Оставляются те Кто не использовали Вот этого шанса Который Бог дает каждому Не использовали Не обратились И смотрите Некоторые думают, что Церковь должна всю скорбь пройти Весь этот период Но Писание очень ясно нам говорит Давайте мы Первым фессалоникийцам посмотрим Первым фессалоникийцам Пятая глава Девятый стих Бог определил нас Не на гнев Но к получению спасения Через Господа нашего Иисуса Христа И есть много еще других мест Писания Этот гнев Не направлен на верующих Это последнее наказание земли за грех И Писание говорит, что после вот этих событий На земле погибнет Две трети всего населения Две трети То есть это будет Самое ужасное время Иисус говорил Такой скорби не было никогда И не будет Это будет самое страшное время на земле Самое страшное И поэтому Мы должны с вами Хранить свою веру Хранить самих себя Во Христе Для того, чтобы избежать Гнева Божьего И В четвертую главу давайте посмотрим Первый фессалоникийцам Я должен об этом упомянуть Хотя я хотел это в следующий раз сказать 15 стих Говорим вам Словом Господнем Что мы живущие Оставшиеся до пришествия Господа Не предупредим умерших Потому что сам Господь При возвещении При гласе Архангела И трубе Божией Сойдет с неба И мертвые во Христе Воскреснут прежде Потом мы Оставшиеся в живых Вместе с ними Восхищены будем на облаках Встретить Господу на воздухе И так всегда с Господом будем Итак Мертвые Во Христе Все те, кто сейчас лежит в могилах Те, которые верили в Иисуса Многие столетия Они все воскреснут И все вместе с живыми Те, кто переживали гнев Антихриста Они все В телах Воскресшие Как Иисус Будут восхищены И будет Что называется Брачная вечеря Перед этим Прозвучит Труба Божия Глаз Архангела Прозвучит То есть сигнал Какой-то будет дан Не представляю себе Вот этого ничего Честно сказать Только просто верю Что это произойдет Вострубит Мертвые Воскреснут Живые Вместе с ними Будут восхищены На небеса И затем Эти чаши гнева Будут изливаться На землю На всех тех Кто там остался И Итак Это Первое воскресение Воскресение Праведных Еще будет Другое воскресение Позже Воскресение Неправедных Об этом поговорим В следующий раз И вот Закончатся Все эти события Пришествием Иисуса Христа Давайте мы откроем Посмотрим Книгу Откровения Девятнадцатая глава Пятый стих Прочитаем Голос от престола Исшел Говорящий Хвалите Бога нашего Все рабы Вы боящиеся Малые Великие И слышал я Как бы Голос Многочисленного народа Как бы Шум вод многих Как бы Голос громов Сильных Говорящих Аллилуйя Ибо воцарился Господь Бог Сидержитель Возрадуемся И возвеселимся И воздадим Ему славу Ибо наступил брак Агнца И жена его Приготовила себя И дано ей было Облечься Весон чистый Светлый Весон же есть Праведность святых И сказал мне Ангел Напиши Блаженный званный На брачную вечерю Агнца И сказал мне Сии суть Истинные Слова Божии И вот Бог нам говорит Через это место Блаженный Счастливый Те кого позвали На брачную вечерю Агнца Ты можешь считать Себя счастливым Ты позван Аллилуйя Это произойдет Мы увидим его Там На облаках Там на небесах Я не знаю Как это произойдет Но я верю Это произойдет Однажды Мы встретимся с ним Это будет Самое Прекрасное время Потому что Господь сам говорит Счастливы те Кто позван На брачную вечерю Агнца Счастливы Дорогие Это та ценность Которую Ни в коем случае Нельзя упустить Это та ценность Которую ни в коем случае Нельзя потерять Важнее этого Того что Иисус Призвал тебя Ничего нет Что бы ни происходило В твоей жизни Важнее этого Ничего нет И поэтому Зачем Иисус Господь нам говорит Об этих последних днях Потому что Он знает Никто не хочет Испытывать Трудности В своей жизни Никто не хочет Испытывать Гнев Антихриста В своей жизни Гонение за слово Но он говорит Ради этого Ради брачной вечери Агнца Вы сможете Все преодолеть Все вытерпеть Не становитесь Отступниками Как будет Большое отступничество В то время Не становитесь Храните веру Бог нам говорит Об этих последних днях Чтобы мы Терпение Терпением Совершали спасение Наше В Откровении написано Здесь мудрость Преодолевшийся Спасется Мы с вами преодолеваем Нынешние трудности В нашей жизни Иногда Кажется легче Быть неверующим Но это ложь Это обман Это неправда Бог поддерживает нас Вот в это самое время Когда нам тяжело Когда нам трудно И в пустыне Открывают источники Он говорит Верьте Ради этого Ради этой встречи Стоит Все перенести Все пережить Он показывает нам Вот этот финал Ради чего Это все Иисус умер И воскрес Для того Чтобы нас привести К себе Чтобы всегда Мы были вместе с Ним Каждый день Постоянно И прочитаем дальше Одиннадцатый стих И увидел я Открытое небо И вот Конь белый И сидящий на нем Называется верный И истинный Который праведно судит И воинствует Очень у него Как пламень огненный На голове Умного диадем Он имел имя написанное Которое никто не знал Кроме его самого Он облечен в одежду Обогренную кровью Что за кровь это? Жертвенная кровь Фагнца И мы обогрены Его кровью Поэтому спасены Имя ему Слово Божие Ну вы поняли Да О как вам говорится Иисус назван Словом Божиим Это имя его И воинства небесные Следовали за ним На конях белых Облеченный весом Белый и чистый Из уст же его исходит Острый меч Чтобы им поражать народы Он пасет их Жезлом железным Он топчет Точила вина ярости И гнева Бога Вседержителя На одежде его И на бедре его Написано имя Царь царей И Господь Господствующих И здесь показана Такая эпическая Картина Возвращения Иисуса Конечно же Она Выглядит как Картинка из Из древнего Он спрашивал Пилат Скажи мне Ты царь иудейский Он говорит Ты говоришь Что я царь Но царство мое Не от этого мира Он не принадлежит Земным царствам Он не правит Как земные цари Вся эта система Мировой политики Экономики Управления Все это будет разрушено Потому что он придет И установит свое царство Не демократию А Абсолютную монархию И те кто будет В его абсолютной монархии Будет счастлив Подчиняться такому царю Он придет Вернется И все враги Написано будут положены В подножье ног его И Прочитаем 19 стих И увидел я зверя Ну зверя то и есть антихрист И царей земных И воинство их Собранных чтобы сразиться С сидящим на коне И с воинством его И схвачен был зверь И с ним лжепророк Производивший чудеса перед ним Да я не рассказал еще Про лжепророка Буквально Пару слов скажу Что Свою популярность Не только как политический лидер Но как духовный лидер Антихрист приобретет Благодаря чудесам и знамениям Своего служителя Который назван лжепророком Там будут реальные Чудеса происходить Но чудеса не от Бога Чудеса от дьявола И благодаря этим чудесам Многим людям будет Легко поверить Что это Христос К нам пришел И вот чтобы Нам не обманываться Мы знаем Как он придет И зачем Не как правитель Не как Добрый пастырь Снова Нет Он придет Как царь Править И наказать Тех Кто Непослушен И вот Этот лжепророк Он очень Большую роль Здесь сыграет Но в конце Мы видим Он будет схвачен Снова прочитаю Схвачен был зверь С ним уже пророк Производивший Чудеса перед ним Которыми он Обольстил Принявших Начертания Зверя И поклоняющихся Его изображению Оба живые Брошены В озеро огненное Горящее Серое А прочие Убиты мечом Сидящего на коне Исходящим Из уст его И все птицы Напитались Их трупами Ну я согласен Что кровавое Тут все происходит Кровавое событие Но Вы же понимаете Что кровавое событие По вине людей Происходит Постоянно сейчас Вот прямо сейчас По всей земле Беззаконие Преступления И все это Бог терпит До поры до времени Пока Не войдет число Избранных Пока Все кто не записан В книге жизни Не обретут Это спасение Он терпит это А потом Отомстит всем Всем кто Не подчинился ему Те кто не принял Этого дара Спасения И вот Прочие убиты Убиты не все люди Конечно А те Кто Пошел войной Когда он возвращался Когда Иисус Возвращался Они Пошли с ним Сразиться Признаюсь мне Тоже И вот тут Антихрист Лжепророк Армии Разные Сражались С сидящим На коне Но Ему достаточно Было Сказать Слово Меч Исходящий Из уст И все Война Закончилась Так И не Начавшись И вот Я вам Рассказал Сегодня Такую Важную Часть Последнего Времени Которая Касается Именно Вот этой Последней Седьмины Вот это Мне еще Есть что Рассказать У нас еще Будет одно Занятие Или служение Но Понимание Вот этого Очень важно Для нас С вами Очень важно Видеть К чему Нас Бог Ведет К чему Нас Бог Готовит Чего Нам Ожидать И Когда я Читал Книгу Откровения Я видел Ну и другие Книги Пророческие Говорящие О последнем Времени Я видел Очень важные Советы Которые Там Содержатся Для нас Это И как я Уже говорил Будьте Верными До смерти И получите Венец Жизни Не бойтесь Ничего Что происходит Вашей Жизни Вам Кажется Что Сатана Тут Правит Бал На самом деле Все Трудности Все Скорби Они Временные Какими Бы Они Не были И Придет Избавление Однажды Это Касается Как Вот Тех Нынешних Жизненных Ситуаций В которых Ты Сейчас Находишься Так И Обще Исторической Истории Земли Иисус Вернется И Знаешь Когда Я Недавно Молился Молитвой Отче Наш И Молился Этими Словами Отче Наш Сущий На небесах Как Там Дальше Святится Име Твое Да Придет Царствие Твое Да Будет Воля Твоя На земле Как На небе Мы Молимся Об этом Придет Царствие Твое Это Говорится О Его Возвращении Да Будет Воля Твоя На земле Как И На небе Это Говорится О том Что Здесь На На этой земле На тысячу лет Как нам говорит Писание Установится Царство Иисуса Христа Царство Иисуса Мы Потом Про это Будем Говорить На следующем Служении Царство Иисуса Христа И там Верующие Написано Он поставит Их Князьями По всей Земле То есть Был Верен Малым Заработал Пять Талантов Вот тебе Пять Городов Ты Будешь Глава Администрации В Нижесергиевском Районе К примеру Вот Был Верен В Малом Вот тебе Десять Городов Ну там Губернатором Станешь Ну к примеру Я не знаю Как это будет Но я знаю Что Бог Будет Царствовать Иисус Будет Царствовать Здесь Не Один А вместе С нами Аминь И Он Назвал Нас Царями То есть Мы не Просто Будем Главами Администрации Там Или Губернаторами Царями Аллилуйя Скажешь Я далек От политических Вещей Всех Царем Быть Быть Не Хочу Скорее Всего Захочешь Служить Вместе С Иисусом Я не знаю Как это будет Не знаю Как это Произойдет И Вот эти Места Писания Которые говорят О последних днях Они Поднимают Мою веру Я знаю Как все Закончится Потому что Когда я Был Атеистом Нас Всех так Воспитывали Нас так Учили Что Бога Нет И все Задавались Вопросом А что Потом Я задавался Вопросом Как так Меня что Исчезну Меня не будет Мне трудно В это поверить А что Там И многие Люди Сейчас Уже Называют Себя Духовными И думают Что-то Там Есть Но Сокрыто Это Пеленой Мы Не знаем Я вам Скажу От нас Очень Много Сокрыто Пеленой Очень Многого Мы Не знаем Но Самое Главное Что Нам Нужно Знать Бог Нам Открыл Мне Трудно Представить Многие Вещи Которые Библии Описаны Но Я Понимаю Смысл Смысл Того Что Он Хочет Сказать Что Все То Зло Которое Сейчас Есть На Земле Вся Та Нечистота Весь Этот Грех Все Насилие Которое Сейчас Есть Все Это Однажды Закончится Аллилуйя И вы знаете Когда Иоанн Все Это Увидел Ему Уже Было Дано Откровение Когда Он Молился На Острове Патмос Когда Он Все Это Увидел В конце Знаешь Как Он Воскликнул Ей Гряди Господи Иисусе Пускай Царство Твое Будет Ей Гряди И давайте Мы Посмотрим Это Место Лариса Откровение 22 глава 7 стих Все Гряду Скоро Блажен Соблюдающий Слова Пророчества Книги Сей Я Иоанн Видел И слышал Это Когда Услышал И увидел Пал к ногам Ангела Показывающего Мне все Это Чтобы поклониться Ему Он Сказал Мне Смотри Не делай Твой Я сослужитель Твой И братьям Твоим Пророкам И соблюдающим Слова Книги Сей Богу Поклонись 11 стих Неправедный Пусть еще Делает Неправду Нечистый Пусть еще Сквернится Праведный Дотворит Правду Еще И святой Освящается Еще Все Гряду Скоро И возмездие Мое Со мной Чтобы воздать Каждому По делам Его 17 стих И дух И невеста Говорят Прииди И слышавщий Да скажет Прииди Жаждущий Пусть приходит И желающий Пусть берет Воду жизни Даром Иисус призывает Придите ко мне Все жаждущие Пейте Воду жизни Даром И не знаю Как вы Многие Страшатся Вот этих Событий Всех То что будет Происходить Но мы Не этого Должны бояться А ожидать Царства Иисуса Христа На этой земле И дух Кричит Приди Да будет Воля Твоя Да будет Да Придет Царство Твое Да будет Воля Твоя На земле Как и на небе Давайте с вами будем молиться Аллилуйя Аллилуйя Господь наш Ты через пророков своих Открыл нам Что нас ждет в конце И что ждет эту землю Показал нам Что вся история земли От дня сотворения До окончания Этого мироздания Все это в твоих руках Ты знаешь каждый день Прошлого Настоящего И будущего Ты видишь события Будущего Как будто они уже произошли И ты хочешь открыть нам часть Чтобы мы Не страшились Чтобы мы не боялись Чтобы мы знали Что бы ни происходило В нашей жизни Что бы ни происходило На этой земле Вся эта земля В твоих руках И наша жизнь В твоих руках И поэтому Прошу Господь Если кто-то Если кто-то живет В страхе Перед какими-то событиями Перед какими-то обстоятельствами Освободи нас Освободи нас от этого страха Если кто-то страшится будущего Страшится Наступающего дня Дай веру в сердце Утверди нас в этой вере Если кто-то колеблется И готов отступить Помоги Господь Выставить в терпении Чтобы все преодолевшее Устоять Ибо все преодолевшее До конца спасется Если кого-то Атакует грех И трудно справляться И ты падаешь И пытаешься вставать И снова падаешь Знай Господь Хочет поднять тебя Он не хочет Чтобы ты упал Чтобы не встать Он хочет поднять тебя Вновь омыть Вновь очистить Чтобы ты был с ним Бог прощает нам грехи Которые возможно ранят его больно Но он прощает нас Из-за великой любви к нам Из-за великой любви к тебе Его любовь никогда не перестает Никогда не прекращается Он продолжает любить тебя Прямо сейчас Посреди твоих обстоятельств Твоих сомнений Посреди твоих испытаний Которые ты преодолеваешь Он любит тебя И он говорит тебе Держись Держись за меня Ты все преодолеешь Ты через все пройдешь Держись Не отступай Не сдавайся Не опускай руки Если упал Поднимайся снова Держись Потому что впереди Прекрасное будущее Потому что блажен тот Кого ты, Господь Позвал На брачную вечер Счастлив тот И ты даешь нам, Господь Подкрепление Воду жизни Даешь нам силы И вновь мы поднимаемся И идем Идем за тобой Аллилуйя Да не будет Никакого страха В нашей душе Субтитры подогнал «Симон»